Здравствуйте! И оцените, в какое каноничное время года мы начинаем прохождение этого уровня. Скоро праздники, и у нас тут праздничный снеговик с фейерверком в руках, как видите. Или в лапках. Тем не менее, сам уровень начинается, как видите, так же бодро, как предыдущий. Нас бросают сразу в пекло, несмотря на то, что здесь холодно. Да, это просто ворки, но тем не менее, а, да, ещё и вертолёт. Вот в этих ящиках наводится нечто важное. Это серьёзный ущерб, который мы возьмём прямо сейчас. За этой ёлочкой есть дополнительная жизнь, если нужно. И вот здесь раскрывается механика этого уровня, как видите, на улицах мы мёрзнем. А в таких помещениях мы отогреваемся. После того, как мы отогрелись, уходим дальше. Я взял супер-ущерб заранее, потому что хотел уничтожить тот вертолёт. И, как видите, чтобы до него добраться, нужно прорваться через всех этих ребят, а это может быть достаточно долго, и они могут запрессовать иногда. Но в любом случае длится достаточно долго, и 10 секундами можно пренебречь. Приоритизируем эти пушки всегда, потому что это нонсенс. Ну и так уничтожаем абсолютно всё, что движется. Меговиков в том числе. Так. Мы продолжаем мёрзнуть, поэтому зайдём в ближайшую котельную. Здесь он будет заискелет. И несколько вкуснях, чтобы продолжать бой дальше. Так, отлично. Здесь вот был снеговик, который я случайно уничтожил. Он оставляет таблетку. Если её взять, то появится тот самый снеговик с аркетницей. Видимо, отомстить за своего собрада. Также здесь есть ещё один секрет. Кидаем гранату сюда, и нам дают сундук. Секрет тут довольно странный. Особенно последний. Так, тем не менее, мы продолжаем. И как видите, эти ребята не очень хотят, чтобы мы продолжали. Учитывая, сколько сил они на нас бросают. Ну, мы справимся. Также хотел бы отметить, что тот трек музыкальный, который здесь играет во время боя, один из моих любимых. Я просто люблю эту мелодию. О, кстати, спаунеры. Машинки у нас в этот раз нету, поэтому против них прекрасно сработает пушка. Это чё такой изворотливый? Отлично. А, ой. Я не обратил внимания, я уже мерзну. Собственно, да, вот что и происходит в такой ситуации. Эта механика может показаться кому-то раздражающей, но, на мой взгляд, она неплохо разнообразит устоявшийся темп боя в Сириус-Сэм. Ну, как говорят, а в этом Сириус-Сэм, конечно же. Особых неудобств она не доставляет. Все отопительные приборы достаточно рядом, поэтому... Просто до вовремя их посещать. Со всеми крупными угрозами, кажется, мы справились. Будем двигаться в сторону этого ангара. Благо, он тоже отапливается. И нам там будет комфортно. Обожаю этот трек. Вроде все. Я хочу добыть отсюда вкусняшки. Ну, что такое? Опять что. Так, и... Весь вот этот механизм является секретом. И делает он буквально следующее. Без комментариев. Я говорил, что секреты здесь странные. Так, и... Нам нужно взаимодействовать с этой консолью. Чтобы вызвать лифт. Ну, и еще больше гадов. Не, ну, только послушайте. Так, вот этот вот лифт. Сейчас немножко подождем. Не появятся ли еще ребята? Иногда бывают. Вроде все. Ладно, поднимаемся наверх. И тут... Моя нелюбимая часть уронят. Вообще нелюбимая. Я ее прям ненавижу. Мы поднимемся сюда наверх. И нас будет атаковать куча летающих... Противников. Это самолетики, разумеется. И здесь довольно неудобно это делать. Ну, вы увидите, сейчас немножко. Разобью ящики заранее. Здоровье и прочее были доступны. Уничтожим эти турели. Ну, и дальше начинается. Их всех надо убить. Чтобы продолжить. Это прям отвратительно. Именно поэтому они, наверное, здесь совершенно легально дают серьезную бомбу. И даже одну в секрете перед этим. Чтобы просто справиться с всем этим нонсенсом. Быстро и безболезненно. Но в нашем прохождении мы ее не используем, поэтому... Будем страдать. В какой-то момент здесь появится бомбардировщик. Который тоже надо уничтожить. И бомбы, которые он скидывает, мягко говоря, много наносит урона. Буквально если там 200 единиц здоровья, пара бомб не очень точных и ему труп. Кстати, вот я его и слышу. Ладно. Бомбы, благо, можно сбивать в воздухе. Но тут столько много сигни происходит, что... Не всегда успеваешь уделить им время. Вот эта часть действительно здесь... Этот кусок уровня очень раздражающий. Благо он относительно недолгий. Ой-ой-ой. За нас прессует? О, отлично. Да, вот такой вот достаточно быстрый и довольно веселый уровень. Мы забудем про то, что случилось в финальной части. Ее просто нету, это Ирины. Окромя ее, уровень прикольный, классный. Мне нравится на самом деле механика с этим... С тем, что сам мерзнет и нужно как-то отходить, как-то отступать вовремя. Использовать вот эти вот самые котельные и прочие отопительные приборы. И причем этого немного на самом деле. То есть... Не такие уж и... Большие расстояния между ними, большие арены и так далее. Ну и сама тематика, я люблю зимние уровни. Местная музыка просто божественная. Благо, это все продлится и на следующем уровне. Но там отопительные разные приспособления уже будут более такими либеральными. Ну, вы увидите. Вот так. Да. Мне нравится этот уровень. И я ничего не имею против этой механики. Мне кажется, она хорошо разнообразит формулу боя. Ну, или по крайней мере, знаете... Из зоны комфорта немножко отодвигает. Мне нравится, когда игры делают это. Некоторые это не очень удачно делают. Некоторые делают это прям очень круто. Кто же там, я не знаю, думать, он, например... Ну, а здесь это просто окей. Вот. Тем не менее, да? Спасибо вам большое за просмотр и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok